В связи с реконструкцией трассы на улице Пластунская ещё в начале года была изменена схема движения транспорта. Двигаться автомобили могут только из центра города в сторону КСМ, а обратно по улице Конституции. Часть дороги от строящегося съезда с Макаренко до рынка заасфальтирована. Сейчас ведутся работы по прокладке тротуара, ливнёвок и новых бордюров. А далее в районе вертодрома и вплоть до поворота на КСМ автомобилям приходится двигаться по гравийке. Здесь продолжаются работы по замене инженерных сетей. С транспортным потоком такая полоса не справляется. Пробки начинаются со спусков с Макаренко и на выезде с микрорайона КСМ. Многие водители уже заметили, что проложен и заасфальтирован новый участок дороги по Пластунской. На тротуарной части прокладываются сети. Но когда автомобилисты смогут проезжать до улицы Краснодонской напрямик, а не в объезд, пока неизвестно. Водители надеются, что узкая извилистая дорога уже скоро уйдёт в прошлое. В ожидании быстрее бы это закончилась стройка. И я думаю, что это улучшит проблему водителей и автотранспорта в городе Сочи. Так будет удобнее добираться? Ну-ка ясно, естественно. Прямые линии всегда удобнее преодолевать, чем извилистые. Ждём очень. Почему? Вам будет так удобнее добираться? До дома хоть могу добираться. А так три часа надо. Что касается пешеходов, то перебегать широкую дорогу им не придётся. Здесь уже появились два надземных пешеходных перехода. Строительство одного из них завершено. Второй, что поближе к Краснодарскому кольцу, обрёл свои формы, но пока не застеклён. А вот вместо неприглядного склона с гаражами возвышается почти 10-метровая бетонная подпорная стена. Сейчас её закрывают щитами. В обновлённом виде и сопутствующей инфраструктурой улица Пластунская должна была открыться в конце прошлого года. Новый срок сдачи объекта – сентябрь 2013-го.